Дмитрий, а вот бог с ними, с депутатами, с олигархами, какие чувства вы испытываете при мысли о том, что миллионы россиян, коллективная вина — это отдельная тема, тем не менее, будут нести вот эту всю лямку десятилетиями, годами, с санкциями и с фактической нищетой, на которую их обрекают? Миллионы немцев, которые были оболванены Гитлером и геббельсовской пропагандой, которые закрывали глаза на массовое истребление евреев и славян, которые допустили геноцид целых народов и убийство десятков миллионов людей, несли эту карму десятилетиями и продолжают ее нести. К сожалению, немцы — великий народ, но не суд. Та же участь ожидает россиян, потому что нельзя участвовать было в том, что делала Россия все эти последние годы после Ельцина. Она во время Ельцина, что она делала в Чечне? Почему молчали россияне, когда чеченцев убивали, когда утюжили села чеченские? Десятки тысяч чеченцев убиты были. За что? Мирных жителей. Россияне же молчали. Справедливости ради не все россияне молчали. Не все. Да, один процент, может, и не молчал. Немцов не молчал, знаю, Политковская не молчала. Остальные молчали. Когда Путин, идя к власти, взрывал жилые дома с жителями в Москве и в Волгодонске, молчали? Когда Путин вторгался в Грузию, в Украину, в Сирию, в Ливию, где он еще там не вторгался, молчали? Потому что Путин россиянам условно сказал, вот вам хлеб с маслом и икра иногда, жрите тихо, не лезьте в политику. Так он и олигархам говорил, не лезьте в политику. За политику я отвечаю. Одна минута. Этого можно было избежать еще неделю назад или нет? Решение Путиным было принято. Насколько я знаю, об этом решении знало три человека. Путин, Ковальчук и Патрушев. Другие об этом не знали. Отмечу, что сейчас вы перечислили этих трех людей, по вашей информации, и эти три человека отнюдь не Россия.